Всего неделя осталась до начала итоговой государственной аттестации. Всех выпускников, в том числе девятиклассников, ждут испытания, которые проверят знания, полученные за годы учебы. Всего в нашем городе к экзаменам готовится 632 человека. При этом груз ответственности ложится на плечи преподавателей и специалистов управления образования, которые стараются информировать о новшествах и существенных изменениях. Осталось мало времени на подготовку и для самых экзаменующихся, и для тех, кто непосредственно участвует в этом непростом процессе – преподавателей и специалистов управления. Очень важно помнить, что главное оружие на ЕГЭ для всех без исключения – это знания, подчеркивает Гульбага Ромарова. Как и в прошлые годы, рассчитывать на помощь со стороны или использование мобильных телефонов стоит забыть. Ведь в 80% аудитории будет вестись онлайн-трансляция. Хочу отметить, что все пункты проведения ЕГЭ полностью оснащены соответствующим оборудованием. Налажена полностью система видеонаблюдения. С 15 мая все три пункта полностью подключены к всероссийской системе онлайн-видеотрансляции. То есть уже федеральные центры тестирования и Рособрандзор может напрямую увидеть и наблюдать, насколько полно функционирует видеосистема в наших пунктах, не только нашего города. Помимо этого, в нашу республику приедут более 180 общественных федеральных наблюдателей из других регионов нашей страны. Мы, опираясь на опыт прошлых лет, относимся ответственно к вопросу контроля режима проведения ЕГЭ, подчеркивает специалист. Значит, каждый участник ЕГЭ должен быть настроен на то, чтобы прийти спокойно на экзамен. Чисто в психологическом комфортном состоянии не сможет помещать и препятствовать ему изложить все знания, которые он получил за 9 или за 11 классов, потому что здесь очень важно психологическое состояние участников. В Каспийске подготовлено три пункта для сдачи ЕГЭ и четыре для сдачи ОГЭ, и четыре для сдачи ОГЭ, то есть экзаменов после 9 класса, подчеркивает представитель управления образованием. Что касается самих предметов, их в 2015 году 14. Есть изменения при сдаче, к примеру, математики. Так проверка знаний будет проходить в два этапа – на базовом уровне и профильном. При этом необходимо решить как минимум 7 заданий. Не менее важно знать и о новшестве при сдаче английского языка, говорит Кульбага Ромарова. Помимо письменных заданий, за которые можно получить всего 80 баллов, можно сдать устную часть, но уже в Махачкале. Экзамен состоит из двух частей. Письменная часть предполагает в общей сложности. По итогам письменной части участник ЕГЭ может набрать 80 баллов по максимуму. Ну, а если он выбирает устную часть, то он может дополнительно еще 20 баллов набрать. Но экзамен по устной части он будет проходить на Махачкале. Для многих детей ЕГЭ не только проверка знаний, но и сложный психологический барьер. Потому и преподаватели, и родители должны оказывать поддержку ребенку, уверена наша собеседница. А чтобы лишний раз не было недоразумений, не пытаться пронести телефон, который, кстати, все равно не сработает благодаря гасителям мобильной связи. И при выявлении этого телефона соответствующий экзамен аннулировался. А в этом году, помимо этого, пункт косношения средствами подавления сотовой связи. Чтобы снять напряжение, экзаменующийся может взять с собой, помимо паспорта и двух черных гелевых ручек, плитку шоколада или бутылку воды. Не стоит забывать и о еще одном важном атрибуте при входе на ЕГЭ. Уведомление, в котором указано место и время проведения экзамена. И подтверждает вашу фамилию в списке. Это большая просьба ко всем выпускникам прошлых лет. И к тем, кто регистрировался у нас в Управлении образования города. И к тем, кто регистрировался в региональном центре нашей республики. Обратиться за получением уведомлений в Управлении образования. Ежедневно можно подойти с 4 до 6 с паспортом и получить такие уведомления. В завершении беседы Гульба Гарамарова пожелала всем выпускникам удачи в прохождении предстоящих испытаний. Заира Гамзатова, Алексей Колесников, Новости Каспий-ТВ.